Что касается Киевского Майдана, то говорить о том, что это революция, совершенно невозможно, потому что никаких признаков революционной смены власти там не произошло, природа власти не изменилась, политические элиты, стоявшие у власти, изменили только в какой-то мере персональный состав, не более того, и надежды тех людей, которые выходили на Майдан, они не реализованы. Политики, которые организовывали Майдан, они воспользовались действительно массовым недовольством народа, коррумпированной властью, засилием олигархов и вывели массу народа на протест, получили поддержку населения Украины, но сейчас наступает момент разочарования. Пока жители Украины в массе своей возлагают надежды на то, что с прошедшими президентскими выборами, с достижением некоторой политической стабильности в связи с этим, начнется решение тех реальных проблем, с которыми люди, живущие на Украине, сталкиваются. Но судя по тому, что происходит, эти надежды достаточно призрачны, потому что экономическая ситуация на Украине ухудшается, и нет признаков того, чтобы новые власти как-то изменили ситуацию к лучшему. Они по-прежнему продолжают идти в фарватере рекомендаций Международного валютного фонда, которые в нашей стране в 90-е годы привели к крайне тяжелым экономическим последствиям, а Украина, похоже, собирается пережить 90-е годы еще раз. Продолжение следует...